Я буду проповедовать. Времени у нас не так много, и тема, она такая вот непростая, ну, с одной стороны, непростая, и хотелось бы о ней поговорить, значит, о женщинах, потому что я обещал, и понимаю, что чем дальше, тем уже сложнее об этом говорить. К 8 марта было такое желание проповедовать на тему сестер, и у нас были гости, и потом мне нужно было уехать, куда-то я уезжал там, поэтому вот сегодня хотелось бы об этом поговорить. Значит, побудило меня об этом проповедовать наш выезд, когда мы со служителями выезжали в Мундыбаш, и мы прочитывали книгу первого послания Тимофею, и там апостол Павел как раз пишет Тимофею, пастору, как должно поступать в церкви, в Доме Божьем, который есть Дом Божий, стол подтверждения истины, и что там нужно делать. И апостол пишет Тимофею как инструкцию. Шаг за шагом он обращает внимание на одну категорию людей, на другую, что нужно сделать в этой сфере, в другой, и вот это было поводом для того, чтобы поговорить об этом. Я, конечно, не вижу больших проблем с сестрами, но хотя, находясь в церкви, я с детства в церкви, и за все эти годы скажу, что очень много есть вопросов именно связанных с сестрами, связанных как с современными отношениями к сестрам, так и библейскими какими-то воззрениями или отношениями Ветхого Завета к сестрам, к женщинам. И есть много как каких-то хороших, благословенных, добрых поучений, так есть и перекосов, есть таких крайностей, которые очень сильно странные, мне кажется, как минимум странные. И поэтому хотелось бы тоже, чтобы была ясность. Я вот как-то внутри спокоен, что вот у нас в церкви такой проблемы нет. Ну, по крайней мере, за многие годы мы не видели каких-то вызывающих вот именно проблем, сложностей с вопросом сестер, ни с одеждами, ни с поведением, ни с какими-то, ну, именно вот в этой сфере. Хотя, повторю, что есть очень много и церквей, и проблем, которые с этим связаны почему-то. Я не знаю почему. Либо как-то вот люди зацикливаются на каких-то определенных местах и пытаются это все привнести в некое ветхозаветнее учение в современную церковь или что-то еще. Но, тем не менее, раз есть такой вопрос, то мы об этом и поговорим. У нас есть женские конференции, я повторю об этом, и они регулярно проходят, как внутри церкви, так и региональные служения. И они благословенные. Я думаю, что на этих конференциях также много поднимается вопросов к сестрам, к их поведению, к отношению с семьей и так далее. И очень много сестер у нас, они зрелые такие, образованные, духовно зрелые в плане правильной реакции на служение, на служителей, на церковь вообще и так далее. Поэтому я очень рад за наших сестер, служителей, благословенных людей, которые воспитывают, новых людей, которые приходят, естественно, которые приходят из мира, они погружаются уже в существующую некую культуру христианскую, как в отношении сестер и так далее. Но все же об этом поговорим, потому что в Библии об этом упоминается. И упоминается много. Я повторю, что как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, и вот особенно в послании Тимофея, мы прочитаем уже чуть позже, как раз апостол говорит к мужчинам и к женщинам, что должно быть в церкви. И как он видит, и как Господь видит и отношения, и так далее, и так далее. Мы прочитаем эти тексты. Значит, вначале такую вводную часть хотел бы сказать, что Иисус Христос, Он меняет статус женщины. Если мы читаем ветхозаветние истории, то мы там увидим много каких-то странных историй. Ну, на первый взгляд, они дикие истории, когда пришли там мужчины, и весь город собрался и сказали, выпейте нам этих мужчин. И отец или хозяин этого дома говорит, вот у меня есть две дочери, возьмите их, и этих не трогайте. Это как бы несколько раз упоминается примерно похожие истории. И думаешь, что это такое? Это вот как? Ну, это странно, да? Как-то все это звучит, как бы дикость. Дикость какая-то. Конечно, это был определенный взгляд на людей, на служение, отношение к женщинам. Это было то, что было. И такие времена, такие нравы были. Но сегодня важно нам понимать, что Христос, Он поменял это все. Христос по-другому смотрит на сестер, на женщин. Если в Евангелиях мы читаем, что там пишут, не считая женщин и детей, не считая женщин и детей. Также я думаю, что вот в этой фразе, вот такой дух ветхозаветник какой-то, что вот есть мужчины, вот мы их посчитаем. Вот здесь сидят мужчины, а здесь сидят женщины. И вот мужчин посчитали, но этих считать и не нужно. Ну, у нас сегодня, слава Богу, как-то по-другому. У нас и братья сидят и здесь, и здесь. Как-то, ну, нет в этом проблем. Но мы видим, отношение все-таки было такое. И женщинам было сложно и реализоваться, и трудиться, и как-то вот проявлять себя. И поэтому Христос, Он что-то изменил. И когда вот мы читаем, смотрите, Яна 4, 27 прочитаю сейчас один стих. Иоанна 4, 27. Пришли ученики и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Это Христос разговаривает с самарянкой. И они удивились, что Христос разговаривает с женщиной. Вот здесь вот такая фраза. Ученики Христа, они люди духовные, но их отношение к женщине было вот такое. Христос может разговаривать со всеми. Он может с любым разговаривать с человеком, где угодно может разговаривать, но не с женщиной. А здесь вот Он разговаривает с женщиной, и для них это было большим удивлением. То есть неужели Христос может разговаривать с женщиной? То есть вот есть и сегодня братья такие, вот особенно такие, знаете, вот, я не знаю, как их назвать помягче, ну, с таким настроением, что роль жены где-то там, или где-то там, наоборот. Вот она не может говорить, и с ней Христос не может даже говорить. Никаких откровений у них нет у сестер, они не могут ни проповедовать, они не могут вообще ничего не понимать, ни знать, ни служить, ничего не могут женщинам. И сегодня целые динаминации такие есть, целые церкви такие есть, где роль женщины, она определенная, это вот рожать детей. Рожать детей, воспитывать детей, и вот там где-то молчать, и все такое. А здесь братья все делают. Конечно, это проблема. Я считаю, что это вообще грех даже так рассуждать и так думать, потому что Бог по-другому думает. Господь по-другому, особенно новозаветные тексты, мы можем прочитать, что они по-другому, что Христу служили сестры, со Христом они ходили, сестры, женщины. И у Господа очень много было с ними каких-то отношений. Когда мы читаем тексты Евангелия, то такие яркие картины, когда приходили женщины, плакала, она пришла и плакала, и омывала слезами ноги Иисуса Христа. И там целая, ну знаете, вот такая вот, целая иллюстрация. Если фильм сделать по этому сюжету, то знаете, там очень яркие такие картины. Вот именно женщина пришла, которая Христос освободил, которая пережила свободу, победу Христа в жизни, и она была настолько благодарна Богу. Ни один мужчина так не был благодарен Богу, но про женщину вот так написано. Потом другие женщины, там, упоминается в Библии, Рави, помните, Равуни, Мария, которая пришла ко гробу, пришла ко гробу ночью, еще когда было темно, она пришла для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Не мужчина пришел туда, не мужчина, женщина, у нее было в сердце вот именно благодарение Богу, и она встречает садовника и говорит, если ты взял его, то скажи, где ты положил его, я заберу его, мне надо вот Иисуса Христа, живого или мертвого, мне он нужен. Христос говорит, Мария. Вот это с женщиной связано. Братья, они по-другому рассуждали, они по-другому как-то смотрели, они прибежали, убежали, а она стояла и плакала, стояла и плакала. Или в том случае, когда она там омывала ноги слезами, волосами головы своей вытирала, стояли мужики, которые говорили, вот если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина. Они просто судили его, судили и судили и судили. А у женщины было какое-то другое сердце. И вот мы читаем именно новозаветные такие отношения Христа и сестер или женщин. И вот Господь, Он меняет статус женщины, Он поднимает этот статус, чтобы она была благословенна, чтобы она была действительно полезна для Царства Божьего, для служения. Есть вот эти пророческие тексты, когда дракон стоял возле женщины, ожидая, когда она родит младенца, чтобы пожрать этого младенца. Мы тут такие иллюстрации читаем, пророческие. И вы знаете, это сегодня оно тоже самое происходит. Я смотрю, даже в современном мире оно так и есть, что дьявол настолько ополчается на женщину. Даже вот этот сюжет, что женщина хочет родить, а дракон хочет его погубить. Сколько много сегодня абортов делают женщины. И вот здесь как раз демонические действия какие-то происходят. Дьявол, он хочет просто погубить ребенка, погубить младенца, погубить, чтобы не выросло ничего. И даже Христос дает, или Бог дает обетование женщинам, он будет жалить тебя в питу, а ты будешь прожать его в голову. Там, когда про змеи идет речь. Поэтому женщины на шпильках ходят, чтобы не ужалить, наверное, повыше, по питу поднять. Ну, вот мы читаем, да, отношение Бога или отношение Христа. Конечно, есть культура, и мы там читаем, и иудейская определенная культура была, и вообще восточная культура. Она сегодня тоже имеет влияние. И сегодня я повторяю, что во многих церквах люди взяли вот ту ветхозаветнюю модель отношения к сестрам и принесли это в церковь. И сказали, вот так надо относиться. Женщина, она второй сорт, или там какой-то третий сорт, с ней ничего не может быть хорошего. Вот написано же, среди тысячи нашел мужчину, а женщину не нашел. Нет там, значит, ничего путневого. То есть есть такое пренебрежение какое-то, неправильное отношение и так далее. Христос говорит, вот я сейчас прочитаю Луки 8, глава 1 стих. «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним 12». Вот мы читаем, что Христос ходил и проповедовал, и с ним 12. «И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Марии, называемая Магдалиновой, из которой вышли семь весов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова Сусана, и многие другие, которые служили Ему своим имением». И мы видим, что здесь вот так написано, что Христос ходил и не прогонял женщин, и они служили Ему, и они были с Ним, и они, пережившие чудо, пережившие исцеление, освобождение, они были рядом с Иисусом Христом, и точно так же служили и были полезны для Христа. И они были с Ним. Ходил Иисус по городам и селениям, и с Ним женщины. Поэтому вот, сестры, вы драгоценные, и Христос рассчитывает на вас. И я скажу, что слава Богу, что в церкви много сестер, которые заняты делом, заняты служением, и что у нас нет такой дискриминации сегодня. И я благодарю Бога, что у нас много служителей женщин, и они трудятся в разных сферах жизни. Конечно, хорошо, когда есть братья, хорошо, когда есть мужчины, но и женщины Господь тоже дает определенную роль для служения, для труда. Поэтому Господь, вот так мы можем прочитать. Текстов много, я сейчас, конечно, не буду все их говорить, но мы сейчас придем к Тимофею, Тимофею первого послания, Тимофею, и в этих главах, практически во всех главах, упоминается о сестрах. И мы сейчас посмотрим, что же написано в Библии, именно на заветные послания к церкви, к современной церкви, что говорит об этом Библия. Первая Тимофея, вторая глава я прочитаю. Так же и жены, чтобы также жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждую, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестью. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам, прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Ну, вот такой отрывок, он такой важный отрывок, большой отрывок, говорит о новозаветних отношениях с сестрам. И я хотел бы, конечно, здесь каждый текст, он достоин такого внимания, порассуждать над ним, ну, не думаю, что у нас много времени есть об этом говорить, но тем не менее, смотрите, Бог сотворил женщину другой, нежели мужчину. И есть такое, такое в проповедях звучит, что женщина, она была соперена последней, она совершенной была соперена мужчина, он еще немножко недоделанный, а вот женщина, как бы сказать, уже все, венец творения, потому что творение Божье, оно было такого от простого к сложному. Вначале свет, потом земля, потом трава, потом там все такое. И потом, значит, в конце концов женщина. Ну, подразумевается, что женщина, это, как сказать, больше, лучше, там, совершение, даже материал, из которого она была сотворена, другой. Если мужчина из глины, там, из грязи, то женщина из кости сотворена, да, так сказать, из чистого такого материала. но это все, я думаю, байки, это все совсем не то. Бог сотворил все совершенно. Он не мог, знаете, сотворить и потом сказать, ах, не очень получилось, так, еще раз сделаю сейчас, чуть-чуть лучше сделаю. Все, что он задумал, он сделал. И как он запланировал мужчину, так он его и создал, и как он запланировал женщину, так он ее и сделал. Поэтому и совершенный мужчина, и совершенная женщина. Но она другая, мы знаем, что другое все. И мышление, и отношения, и поведение, и внешность, и все, все, все другое. И, естественно, восприятия другие, другие отношения с Богом, они по-другому реагируют, другие, ну, другое. И поэтому здесь апостол Павел как раз делает акцент на именно женские качества, которые надо, вот обратить на них внимание. Потому что, если на них не обратить внимание, то это превращается в проблему. Это превращается в какие-то, ну, непорядочность уже, не так, как Бог запланировал. Потому что все мы имеем какие-то греховности, или как Павел пишет, во плоти моей не живет доброе, во плоти моей вот хочу делать доброе, а не нахожу того, хочу делать, значит, а делаю злое. То есть, Павел, он тоже говорит, что я борюсь с собой, и все мы в этом боремся. И вот здесь говорится о женщинах. Чтобы женщины в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но немногоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам. Это не единственный текст. В других местах тоже написано, что женщины украшали себя. Украшать себя там тоже напоминается, что женщины свойственно это украшать себя, и, наверное, это хорошо. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете вот упоминается об этом, что женщина, она себя украшает. И здесь апостол, он говорит, что главное украшение это не внешнее украшение, а внутреннее украшение. И апостол Петр, он примерно то же самое вторит, что сокровенное сердце человек. Вот это более драгоценное пред Господом. Но, конечно же, я верю, что женщины должны быть прекрасны, должны быть красивы, должны быть ухоженными, и внешне, и внутренне. И церковь, она, наверное, должна быть также источником как-то вдохновения, то есть, чтобы женщина, она была на своем месте, она была действительно красива, и в церкви нужно делать какие-то курсы, как это все, как себя, как выглядеть, как себя подавать и так далее. Конечно, здесь есть крайность, вот о которой здесь написано, то это не есть цель, это не есть цель, вот смотрите, в приличном одеянии. Если посмотреть другие переводы, вот можно посмотреть, что, о чем здесь говорится, про каких, о каких приличных одеяниях. Потому что, если мы сегодня даже посмотрим, то вот эти приличные одеяния, они настолько будут разниться, то, что прилично у нас, в другом месте это будет совсем неприлично. Вот тут, вот в такой одежде вы окажетесь сейчас в том же, где-то там на Ближнем Востоке или в каких-то азиатских странах, то эта одежда, она будет неприличная. Ну, какая-то часть одежды. А если вы будете где-нибудь в Амазонке, то, знаете, вы будете весьма прилично одеты, потому что там женщина надевается по-другому. И здесь мы не можем сейчас здесь сделать какую-то формулу, что должно быть прилично, а что не должно быть прилично. Потому что это зависит и от времени, и от культуры, и от многих других факторов тоже зависит, что такое одежда приличная. Вот у нас есть какие-то нормы приличия здесь, где мы живем, и как мы, что это мы понимаем под словом прилично. То есть, не кричащая, не вызывающая одежда. Одежда, которая прилична вот для нашего времени. Потому что если бы сейчас оделись люди, скажем, как во времена апостола Павла одевались, ну, скорее всего, это было бы неприлично. Вот есть амиши, в Америке такие амиши, целая деноминация христианская. Они одеваются на сегодняшний день, как одевались 500 лет назад. Вот 500 лет назад носили такие чепчики, носили такие платьишки, носили рубашки, вот такие. Вот так они сегодня одеваются. И они считают, что это есть христианская одежда. Но это не есть христианская одежда. Это была просто одежда на то время современная, вот когда люди туда переселялись, там европейцы. И так они вот в этом застряли, и так они и носят эту одежду. Ну, и для них это вот как основа вероучения. Они не могут вся остальная одежда, греховная уже одежда для них. То есть, если бы сейчас мы бы увидели здесь человека одет в такую одежду, для нас было бы это странно. Он бы тоже выглядел очень непонятно для нас, не совсем прилично. Конечно, там ничего такого развратного нет, но она, знаете, из прошлого одежда. То есть, Господь здесь говорит о душе, о преображении души. Так же, чтобы вы, жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. О чем идет речь? То есть, чтобы одежда не была, ну, вот такая вызывающая одежда, кричащая, есть другой перевод, там написано, чтобы она не была кричащая. Ну, понимаете, да, можно прийти в каком-то таком наряде, который люди все будут обращать внимание. И вот этот момент, зачем женщине, или почему здесь упоминается об этом, почему апостол Павел говорит про женщину и про одежду, то одежда, она должна подтверкнуть или личность, личность человека, личность. То есть, если у тебя в душе правильное отношение к Богу, правильное отношение ко всему, мир в сердце у тебя, ты добродетельная жена, то одежда твоя, она подчеркивает твою сущность. Одежда не наоборот, потому что вот здесь он как раз говорит, что когда одежда такая вот откровенная достаточно, то есть, одевая такую одежду, что имеется в виду, зачем ее такое одевать? Ну, чтобы привлечь внимание, чтобы вот этой одеждой, как сказать, на нее обратили внимание. Ну, да, вы понимаете, откровенная какая-нибудь одежда, слово целомудрие, сексуальность по-другому. Вот такая слишком какая-то она развращенная одежда, для чего одевают сестры? Ну, для того, чтобы вот ее заметили, и она направлена на именно мужское внимание. И Павел говорит, не надо этого делать, пусть будет она у тебя порядочная одежда, целомудренная одежда, и так должно быть, и она вот должно быть, или здесь дальше говорится, украшали себя, не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду. Ну, все должно быть в меру. Это не значит, что не нужно украшать себя, там, мыть волосы, например, или причесываться. Не об этом же речь идет, плетение волос. Ну, чтобы это не было целью, вот, вот, посмотрите на меня, я вот сегодня вот здесь звезда, я такая вся, вся в золоте. Вы знаете, есть такой, ну, я в церкви такое не вижу, может быть, иногда кто-то где-то всплывет, там, какая-то такая пляпа такая, знаете, заедет в церковь, а в основном все нормально. Вот, но где-то есть, вот в церквах, я знаю, скажем, там на западе, вот люди начинают как бы выделываться один перед другим. Это не только касается женщин, это касается мужчин. Вот они настолько в такой одежде приходят в дом брендовый, в модный, в какой-то дорогой, и они пришли, так как бы сели, и так все на них посмотрели, и потом смотришь, уже кто-то другой пришел, еще лучше одежда. Это не только выражается, повторю, в одежде, это выражается в машине. Вот человек подъехал, так раз подъехал, там, это брат, не женщина, и все так посмотрели. И вы знаете, то есть, что имеется в виду, зачем? Это не есть необходимость, это есть какие-то другие низменные качества, человек их демонстрирует, вот обвешив себя какими-то драгоценностями, что вот все, посмотрите, на всех пальцах у меня есть, у меня вот здесь, здесь у меня есть тоже. И человек вот как-то вот хочет показать, что-то другое показать. Ну, а здесь Павел говорит, покажите свою красоту внутреннюю, добрыми делами покажите. То есть, это все на своем месте, украшение, приличное одеяние, оно должно быть, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот на что он обращает внимание. И вот похожая фраза, она повторяется в других текстах Писания, то добрыми делами, добрым отношением, потому что, вот, вообще, слово женщина и доброта, оказывается, это тоже понятие, такие, ну, несовместимые. То есть, несколько раз упоминается, что женщина должна быть добрая, она должна быть добрая. И Соломон об этом говорит, и Петр об этом говорит, и вот Павел здесь об этом говорит. Что имеется в виду? Что, вот есть много женщин, они злые, оказывается. Внутри какие-то коварные, внутри какие-то у них другие, мотивация другая. А он говорит, будьте добрыми, будьте добрыми, чтобы вы, научились быть добрыми. Добродетельная жена. Вот именно чтобы сердце ваше было правильное, было доброе, не злое, не какой-то несущий раздор, несущие какие-то скандалы, сплетни, интриги. А пусть оно будет доброе. Пусть оно будет действительно сердце служителя, которое как приличное жёнам, посвящающим себя благочестию. И дальше, то есть это вот одна тема, мы сейчас поговорили про одежду. Ну, конечно, можно и говорить больше здесь, много можно говорить, но у нас нет времени сейчас, я коротко только сказал. Дальше ещё одна тема, которую поднимает апостол Павел. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прилещен, но жена, прилестившись, спала в преступление. Вот здесь другая тема, именно её язык говорит много. Павел говорит, сёстры, давайте так, то есть Бог вас сотворил такими, Бог вас действительно сделал говорливыми, вам это нужно, у вас есть определённые потребности разговаривать, но давайте вы контролируйте себя, о чём вы говорите. потому что вы можете наговорить лишнего, вы можете сделать вообще беду. И он здесь приводит Еву в пример, что вот она начала разговаривать с этим змеем, и даже не поняла, как он её обольстил, и вот она и согрешила. Он говорит, вот смотрите, это яркий пример, это жена согрешила именно, не можешь. Он как бы делает акцент на это, на что? На разговор, что лишнего говорите много. Контролируйте свой язык, контролируйте свои уста. И не учите, жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью. То есть, это то, что нужно обуздывать. Вот что в первом случае про одежду. То есть, есть желание себя как-то показать, есть желание себя вот как-то вот так выделить. Павел говорит, давайте так, это не главное. Это вообще всё хорошо, чтобы ты красиво выглядела, но не стремись к этому. Это проблема, если у тебя в душе вот такие намерения себя вот так вот демонстрировать, только одеждой. Потому что это всё оболочка, это всё только лишь рамка. Вот есть картина, а рамка, она вообще ничего не стоит. Есть ценность картины, поэтому он говорит, ценность твоя в сердце, в душе, внешне, если она должна быть красивой, но это вообще не главное, это второстепенно. Но не поменяйте это местами. И следующее о языке. Не старайтесь много лишнего говорить, будьте добрыми вообще людьми, будьте добрыми. И здесь вот говорится про учить жене не позволяя. Вот не властвовать над мужем. Здесь не имеется в виду, что жена не может проповедовать, петь, или вообще вот сейчас детское служение проходит, и там у нас жены учат. Они говорят нашим детям о каких-то библейских истинах. Как совместить вот этот текст? Потому что некоторые люди не настолько вот такими прямолинейные, твердолобы, говорят, ну написано же вот, значит нельзя. Женщина да молчит в церкви. Вот да молчит, написано все. И эти люди сами как-то себя ловят в ловушке. А что значит молчит? Она не должна петь, не должна молиться, не должна разговаривать. Что она? Нет, она не должна стоять вот за кафедрой. А вот перед кафедрой можно? Ну перед кафедрой можно. Вот выйти засвидетельствовать, она может. А вот подняться на сцену не может. Молчит жена написано. Мы говорим, ну вы думайте сами головой, что говорить. Если молчит, тогда уж пусть молчит. Пусть просто молчит. Ну раз написано так, тогда она не должна ни молиться, ни петь, ни разговаривать. В церкви? Да молчит. Но мы же так не понимаем. Тогда давайте подумаем и по-другому, что если ей можно говорить на месте, ей можно свидетельствовать, ей можно петь песни, ей можно учить детей. Почему ей нельзя вот здесь что-то сказать? Ну почему? Почему? Ну потому что вот кому-то это не нравится. Это вот как раз необрезанный ум, такой ветхозаветий, фарисейский ум, когда Христос, он как раз разрушал эти твердыни. Вот он здесь о другом говорит, чтобы жена не манипулировала мужьями своими. Потому что есть у них, у жен есть такое, вот знаете, поучить. Они все знают. Все знают, все всегда правы, они правы. И поэтому им хочется всегда вставить свое словечко и, знаете, поставить еще точку в конце. Он говорит, ну успокойтесь. Есть муж, и пусть муж решает вопрос. Учить жене не позволяет. Вот не властвовать над мужем. Вот эта вот тема, она больше сюда относится. Не властвовать над мужем. Потому что я знаю людей, даже у нас, скажем, какое-то время назад, здесь были такие жены, такие вот они внешне благочестивые были. И косыночки они ходили. И они за кафедру даже не ногой. Не-не-не, я сестра, я сестра. Я вот пусть брат, пусть брат, пусть брат говорит. Но они вот в церкви такие. А дома настолько они своего Васю манипулировали. Они так его просто выжимали из него там все соки. Потому что она командовала всем дома. Он, я не знаю, ну как сказать, он в церкви вроде как брат. Но брат она. Но внешне вот по слову, не придерешься ни к чему. Все у нее правильно. Она, значит, такая смиренная, благочестивая. Но по сути она змеюга просто. Ну вот честно. И мне это настолько вот просто внутри ну не нравилось вот именно такое лицемерие. Потому что слова одни, а дела другие. Дела совсем другие. И здесь апостол говорит о другом. Он говорит, что не надо быть жены, поймите. Это же к вам обращается слово. Новозаветное Писание. Не пытайтесь манипулировать мужьями. Не надо его учить. Не надо его заставлять. Это не значит, что не надо разговаривать. Это не значит, что не надо говорить свое мнение. Что как-то советоваться. Надо советоваться. Здесь имеется в виду вот именно манипулировать. Вот что вот раз, контролировать человека. И Павел здесь говорит, что сестры, давайте так успокойтесь. Бог дал вам, конечно, такое желание. Или даже это как наказание вам дано. Чтобы властвовать над мужем, это как наказание. Когда после грехопадения там было такое сказано, что будет влечение к мужу у тебя. но он будет господствовать над тобой. Вот так вот Бог сказал. Поэтому здесь вот он регулирует в церкви сестры. Давайте будем благочестивыми, благословенными служить Христу и делать дела Божьи. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви, святости, с целомудрением. Здесь имеется в виду, что женщина рождает детей. И, конечно же, рождение детей, оно не спасает от греха. Некоторые люди буквально тоже понимают этот текст, что вот ее роль рожать детей, поэтому она спасется. Ничего не надо делать. Вот пусть она дома там воспитывает детей, рожает их. Не об этом речь идет. Спасение не делами. Не делами. Потому что на вот этом тексте как раз многие целую проблему сделали. Потому что в церкви, знаете, там по 15 детей, по 16 детей бывают у людей, потому что написано вот так вот, вот спасется через все дороги. А у нее даже нет времени молиться, с Богом общаться, потому что она настолько вся в детях в этих пеленках рождает, все заботы, хлопоты на ней. И потом она в 35 лет уже умерла, потому что организм не вынес в нее. И вот она дорожалась до того, что нет больше сил. И таких случаев много. Я, например, знаю с десяток таких случаев. Вот они тоже взяли некоторые братья какие-то тексты и говорят, вот, вот, Библия же говорит, все. Но здесь не имеется в виду, что через роды женщина спасется. Потому что спасение только через Иисуса Христа. Спасение через кровь Христа, не через другие дела никакие. И поэтому здесь, если мы посмотрим другие тексты, конечно, здесь много может быть толкований, но я думаю, что одно из таких ярких толкований, вот слово спасение, это не имеется в виду только спасение от грехов для вечной жизни, потому что слово спасение, оно встречается как слово исцеление, тоже слово спасение. Спасение в смысле помощи, поддержки, укрепления. Слово соза, греческое, слово спасение, оно переводится как вот несколько значений слова спасения. И здесь, если буквально отчитать, то будет так, что, впрочем, женщине-христианке, если она пребудет в вере и любви, в чадороде или спасется, во время родов ей будет помощь, ей будет облегчение, во время родов христианская женщина будет легче, потому что Бог поможет ей. Если она христианка, в вере, в любви, в святости будет жить, то и для нее роды будут легче, чем для другой, которая не в святости, не живет в любви, в вере. То есть, вот этот смысл, что Бог дает ей облегчение, Бог дает ей помощь и вот это спасение от этих болей, которые свойственны женщинам в родах. Поэтому, друзья, дорогие, вот мы сейчас просто бежим, торопимся, и я дальше немножко еще хотел бы прочитать еще парочку текстов. Здесь, в третьей главе уже тоже говорится про женщин, здесь имеется в виду, равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Опять упоминаются какие-то качества, на которые нужно обратить внимание. Клеветницы, честны и чуть выше. Здесь говорится о дьяконах и о пресвитерах. И смотрите, как упоминается весь контекст. Дьяконы должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинства веры из чистой совести. Таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения равные жены их, должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. То есть, недвоязычны, честны, непристрастны к вину, некоростолюбивы. То есть, должны быть такими тоже. И последняя глава, я сейчас здесь, конечно, пропускаю несколько текстов, здесь говорится о вдовах, вдовицах. И тоже с такими вопросами и ко мне подходили и говорили, что делать, вот у нас есть вдовы, и уже много лет она была замужем один раз, и потом она потеряла мужа, и вот она живет. Что теперь, как к церкви это имеет отношение, и что церковь должна сделать с этим. Смотрите, апостол Павел говорит, что, как нам реагировать. Пишет так Тимофею, это уже я читаю последнюю главу, пятая глава, по-моему, третий стих. Вдовиц, ну-ка посмотрите, пятая, вдовиц, почитай, истинных вдовиц делает акцент. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Сие внушаем, чтобы они были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры хуже неверного, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу, молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак, они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру, при том же, они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом, и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Здесь тоже упоминается о женщинах, как молодых, так и пожилых, и также упоминается о их некоторых низменных качествах, которые проявляются. И что значит, к пожилым, что к молодым имеется вот такое отношение. И как раз повторяется то, о чем мы уже говорили, чтобы они были добрыми, чтобы они были добрыми, известно по добрым делам, и воспитывала детей, принимала странников, то есть добрые дела она должна была делать, и была в благочестии, ходить в благочестии, и также не говорила лишнего. То есть и язык тоже здесь упоминается, что молодые вдовы, будучи праздной, ходят по домам, сплетничают, и что здесь говорится, болтливы, любопытны, говорят, чего не должно. И опять вот эти тексты говорят, что это проблема, язык. У женщины язык, враг ее. Поэтому надо контролировать этот язык. Нужно научиться просить у Бога мудрости, просить у Бога силы, чтобы не говорить лишнего, чтобы не торопиться языком своим, чтобы Бог помог сдерживать себя. Потому что вот это вот желание быстро высказать, быстро отреагировать, сказать такое, вот на эмоциях сказать. И как раз апостол здесь заостряет на этом внимании. Ребята, девчата, да аккуратнее с этим. Это свойство женское. Конечно, и мужчины могут наговорить лишнего. Здесь мы сейчас не говорим об этом. Но они тоже могут лишнего сказать и тоже сплетничать могут. Но здесь говорится к женщинам, что это характерно женщинам. Это больше их проблема. И поэтому надо на это обратить внимание. Потому что это разрушит. Вас разрушит. Здесь, говорится, некоторые совратились вслед сатаны. То есть люди, не контролирующие себя, которые научились ходить по домам, болтать лишнего и так далее, и так далее. То есть сплетничать, праздные, болтливые, любопытные. Они совратились вслед сатаны. То есть дьявол настолько их обманул, как его. И они уже стали конкретно исполнять роль слуги дьявола вслед сатаны. То есть исполняют его служение, сатанинское служение. То есть разрушают церковь конкретно. Поэтому давайте будем мудрыми, давайте будем бодрыми. И сестры, молимся за вас. Желаем вам благословения, чтобы вы были новозаветными христианками, красивыми, прекрасными. И самое главное, ваше сердце было доброе. И служили Богу. Аминь. Давайте мы помолимся.